это видео эксперимент который я задолжала своим подписчикам в инсте как-то недавно ляпнула что сниму весь свой день вот теперь сижу такая вся в должниках поэтому пришлось снимать я хотела показать что материнство это вообще-то работа я и сама порой это забываю придираюсь к себе в конце дня мол а почему ты так устала вот опять ничего не успела ничего же не делала мой делала маша еще как делала сложно совершить шаг назад и оценить взвесить все сотни движений которые я выполняю за день обесценить себя и свою жизнь это вообще проще простого вот для усвоения этой информации в мозгу мне пришла идея снять целую субботу это был день без планов без шопинга без встреч никто не болел не случилось ни одной панической атаки самый обычный домашний выходной видео было снято без подготовки без гламура без красивых кадров постановочных просто жизнь как она есть сейчас посмотрим как дальше пойдет с озвучкой может быть мой хриплый голос будет вам шутки шутить но не факт точно буду отвешивать какие-нибудь комментарии и прошу пожалуйста оценить как мастерские выставила время практически на каждом видео и кадре чтобы понимали где в пространстве мы обитаем и во сколько это все происходит я пойду вынесу компост хорошо я вернусь ты меня подождешь я а Я разбираю посудомойку, которая работала, пока мы спали. Я ее обожаю. Не знаю, как жить без нее. Детка, если ты меня слышишь и понимаешь, целую твои кнопочки. Тут я с головой ныряю в быт и сразу начинаю делать завтрак. Почему-то в тот день это были оладушки. И плюс по выходным я всегда делаю заготовки в морозилку на несколько недель вперед. Вот тут я решила сделать сырники. Обычно мы все просыпаемся плюс-минус в одно время. Но в тот день муж работал ночью-допоздна. И поэтому мы с дочерью вдвоем хозяйствуем на кухне. Субтитры создавал DimaTorzok Тут я снимаю обивку, чтобы постирать, потому что предыдущей ночью моя дочь написала на диван. И я была такая уставшая, что я выбрала ничего с этим не делать. И подумала, вот разберусь утром. Ну, собственно, утро наступило. По волшебству ничего никуда не рассосалось. И мне приходится разбираться с этим самой. Ну, а раз я уже и принесла губку и тряпку и мыло с верхнего этажа вниз, а это я делаю не каждый день, то что бы заодно уже и не помыть раковину. Тебе достать помпоны? Держи. Прекрасно. Ты меня потеряла, я в туалете. Привет, ты принесла все свои помпоны сюда. Бабам. Бабам принесла, да. Смотри, какой бабам-бам-бам-бам. О-о-о. Тут я пытаюсь быть взрослым человеком и делать дела. Но с этой сахарной бирюлькой очень сложно работать. Зато, кстати, очень просто играть. Ты уже проснулся? Что? Тряп? Блин. О, сейчас все видят мою коллекцию постиранной чистой одежды, которую я собирала не один день. Выходной – это прекрасное время, чтобы сесть и разобрать всю стирку. Я вроде как не фанат всего советского и всякой клюквы. Но смотрите, возим же с собой эти одеяла. Да ладно, ладно, клевое одеяло. Мягкие, хлопковые. Но самое бесценное в них – это шарм больницы или детского лагеря, который они несут за собой. В кафе танцующих огней Следы безумных слов и дней Растают, как кусочки льда, в пустом бокале. И вот уже на дне вода. И вот уже... А тем временем чехлы от дивана постирались. Я их развешиваю на лестнице, чтобы посушить. И загружаю очередную стирку. Боже мой, сколько мы стираем. Тут я что-то уже заманалась. К 10 утра решила прийти к себе в комнату, выдохнуть и немножко расслабиться. Малыш, пойдем гулять? Я уже оделась. Пойдем гулять. Пойдем. Оденемся. Пойдем гулять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Макарошки Да Макарошки 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 В обед она засыпает Значительно лучше чем вечером Буквально за 10-15 минут Ну видимо набегавшись Уставшись Да, и вот так у меня есть каждый день Примерно полтора часа свободного времени Который я могла бы тратить на сон Но я почему-то опять в очередной раз Выбираю заниматься какой-то хренью Поливать цветы Ай ты господи, Машка Ну что, вернемся туда, откуда начали К сырникам, которые меня ждут с самого утра А, точно, сырники же еще А, да-да-да, конечно Заготовки на неделю вперед Ну сказать нечего Просто сразу килограмм творога Хирракс, хирракс Вот тебе и заготовочки Заготовки на неделю У меня какое-то дежавю Я, по-моему, уже прибирала сегодня эту комнату, нет? А, я там пыталась расслабиться Ну, так вот, сейчас я пытаюсь поработать У меня есть где-то час свободного времени Чтобы разобрать имейлы Подать на государственные субсидии для детского садика Помонтировать видосики Ответить на сообщения Ну или, скажем, пошить Или в ванне полежать Ну, короче, какие-то дела Которые лучше всего делать в одиночестве и в тишине Так, это что, опять стирка была, что ли? Че за чистый четверг в субботу? Ладно, ладно, ладно Ну, ладно, это выходной Это у всех нормальных людей так Все копят одежду Собирают до одного дня Правильно? Вы же нормальные Вы же так же делаете, да? Вы же не стираете каждый день Наше любимое совместное занятие С Мирухой Это читать книги Я обожаю это делать Она страшно кайфует Вот здесь вот мы пришли играть с ней в котов Играть в котов в нашей семье Это когда мы ходим друг к другу в офисы Падаем где-нибудь в ногах Или в уголочек Там калачиком сворачиваемся Лежим тихонечко, мурлычем Пока кто-то из нас работает Дай пять Молодец С Игой Все? Иг, я тут тоже закрываю Что-то книжки меня притомили немножко Или это участь кота Не знаю, меня вырубила там минут на сорок И я прекрасно поспала Субтитры создавал DimaTorzok И тут я пришла готовить ужин Нужин у нас всех Мне нечего вам рассказать Я не знаю, что вам будет интересно Я вот режу салатик Люблю зелень Полезная зелень О, да, точно Вот, я всегда режу лук В очках для плавания Потому что Это какая-то адская боль Для моих глаз Они не выдерживают А еще Я люблю свежую мяту И здесь я завариваю Свежую мяту в чай И нарезаю кропчик На варенички Все, фух, наконец-то Это закончилось Я не знала, как занять ваше время После еды мы снова идем читать Ну, мы правда очень сильно это любим Если я не уставшая У меня есть силы Я прям отыгрываю как надо По ролям Все сюжеты Делаю это очень задорно Радостно и весело Радостно и весело Радостно и весело Радостно и весело второй раз идем гулять уже полным составом видимо все устали и пошли подышать свежим дождливым ванкуверским воздухом красиво мне спасибо а а а и и и и и и и и вечером перед сном у нас обычно какие-то расслабляющие занятия мы не бесимся не друкуемся вот в тот день рисовали и 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 сейчас будет блок всех наших вечерних ритуалов они у нас изо дня в день одинаковые мы их никогда не пропускаем и вот здесь я уже конкретно заманалась как-то устала но обычно она пьет молоко а я в это время делаю последние подготовительные сонные штуки здесь вот я из сушки уже забираю одежду убираю какие-то вещи обязательно наушники на тумбочку набираю стаканчик водички и потом мы все дружненько идем в ванну пока мир уши моются я всегда делаю все свои рутины обычно в это время чищу зубы потому что мне это занимает какое-то время я обязательно в лошу использую ирригатор маленькие щетки и бла 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 это очень классный момент для этого потому что если я начинаю укладывать и спать то не факт что я уже потом возвращаясь обратно в реальность и выхожу из спальни поэтому зубы почистить это святое горы слепил и румы горы слепил и румы горы слепил и румы и мама сгону и они дарис гон стейден и вновь я вышла к девяти теперь у меня есть ровно час моего свободного времени это моя самая любимая часть дня я иду к себе в офис у меня есть коробочка ништяков всяких масел моих любимых кремов скрипков я обязательно сижу вытягиваю шею расчесываю волосы с маслом лаванды когда есть время я обязательно клею кинезио тейпы на лицо чтобы она мне не расплывалась не пухала с утра и не текала и каждый день я обязательно лежу на валике чтобы вытягивать спину потому что плечи шеи у меня слабое место они всегда болят ничего особенного это просто скрученное полотенце который держится на резинках ну я бы просто сказала что я спать а а а как а а это и и и Прошёл и назад, день прошёл и назад Не придёт никогда